Вы говорили о необходимости замены российских миротворцев международным миротворческим контингентам. Обеспечит ли он безопасность Арцаха? Очевидно, что именуемые как миротворческие войска России, которые в действительности являются оккупационной армией, каким-либо образом не обеспечивают безопасность наших соотечественников в Арцахе. Они заключают сделки с азербайджанцами и сдают территории. На их глазах азербайджанцы сооружают посты, используя тяжелую технику, бульдозеры поднимаются на высоту Караглух. То есть события вокруг села Парух, высоты Караглух и прекращение поставки газа имели место при покровительстве России? Да, это все происходит в сговоре с Россией. Она, стратегия разрезанной колбасы, частями сдаёт Армению, включая Арцах, её интересы турецко-азербайджанскому тандему и выходит из нашего региона. Как система Россия истощается. Она провалилась и проживает последний этап своей жизни. Мы также это видим на примере её стратегического провала в Украине. Как сверхдержава Россия понесла тяжелый провал, и этот процесс продолжается. Кстати, украинская армия не была лучшей. Она не успела ещё преобразоваться и переформироваться в соответствии с современными критериями. Но, тем не менее, она смогла в этом состоянии противостоять ядерной империи, имеющей вековые традиции и огромный захватнический опыт. И теперь уже при помощи Запада и Соединённых Штатов. Естественно, на основе поддержки, несомненно, без поддержки маленькая по сравнению с Россией Украина не смогла бы продемонстрировать такое сопротивление. Но сражаются украинский народ и армия, и они смогли показать, что все суждения о российской армии являются мифом, что нет ничего подобного, что это прогнившая армия, прогнившая империей. И когда эта армия потерпит окончательное поражение, российской империи уже не будет. Уже нет ничего, удерживающего эту империю. Мы вступаем в период эпохальных перемен. И вместо того, чтобы оставаться в этом российско-турецком тупике и думать, кого выбрать, Россию или Турцию, нам нужно понять, что мы должны выбрать цивилизованный мир, демократический лагерь и флаг демократии. И мы должны, принимая протянутую Западом руку, выйти из этой ямы и не продолжать этот катастрофический путь. Завтра мы уже окажемся в глубоком социально-экономическом кризисе. Вместе с сегодняшним кризисом безопасности и в целом вместе с кризисом будущего, также окажемся в социально-экономическом кризисе. Потому что наша экономика пуповиной тесно связана с российской и фактически является одной из ее частей. Естественно, это должно произойти. Не может не произойти. Что мы будем делать? Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса в YouTube.